принять и организовать подобные мероприятия, мы первый раз работаем с узбекскими, узбекистанскими журналистами и, в общем-то, очень этому рады, потому что, ну вот доселе так получалось, что публикации многочисленные уже а-ля старитажа больше были известны в каких-то других странах, нежели в Узбекистане. И в этой связи мне вот действительно хотелось бы немножко рассказать о самой организации, которую мы с рядом ученых, но прежде всего со Светланой и с нашей коллегой парижской Валерии Позне открыли в 2016 году и мотивом для открытия обсерватории, в общем-то, были очень тревоги. Это были очень важные события, которые в то время развивались, разворачивались в музеях республики. Была череда публикаций о том, что происходят какие-то странные инциденты с подменой работ в одних музеях, с хищением работ в других музеях. И после того, как в Накузском музее заменили директора и возникла ситуация, когда туда поставили комиссию, а Накузский музей все-таки имеет серьезнейшее значение для всей музеологической сферы, музейной сферы в Узбекистане. В целом мы решили, что мы должны открыть нечто подобное. И то, что мы делаем, наверное, больше всего, вполне всего об этом расскажет наш сайт, который вы можете увидеть в сети. И там вы увидите, что в целом алерт-аритаж, несмотря на множественность публикаций, вы найдете на сайте много публикаций, текстов, наших выступлений по тому или иному поводу. Но главное, что в каких направлениях мы развиваемся, вот есть три проекта. Первый проект называется «Проект советский». И в рамках этого проекта мы решили создавать какие-то такие открытые каталоги музеев Узбекистана. Начал, конечно же, именно с Накузского музея, потому что именно в Накузе происходили главные тревожные события. И в период с 2018 по 2018 год мы действительно создали вот этот открытый каталог Накузского музея, внести в там все ранее публиковавшиеся репродукции работ, а также те фотографии, которые нам удалось либо лично сфотографировать в музее, либо наши друзья, помощники, бывая в Накузском музее, фиксировали какие-то произведения на стенах. И мы считаем, что таким образом, фиксируя и публикуя произведения, которые раньше в общем никто не видел, мы в каком-то смысле способствуем их сохранению, потому что заменить работу, изображение, которое известно, было бы очень сложно. Таким образом, вот мы открыли такой очень масштабный открытый каталог Накузского музея, потом мы открыли подобный же каталог Ташкентского музея, и это был вот этот вот первый, первый как бы раздел, первый метапроект, который мы назвали именем Игоря Витальевича Савитова. Второй раздел нашей деятельности посвящен архитектуре. Мы его назвали именем Ахмедова, известного очень чего-то в Афринистане, но пока наши основные действия развиваются в Узбекистане по этому проекту. Ну, вы сами знаете, что происходит множество неприятнейших событий, связанных с памятниками архитектуры в Афринистане, как средневековые, так и 15 века, и современные архитектуры имеются в виду 20 век. И вот как реакция на это все, во-первых, мы публикуем немало выступлений по поводу того или иного памятника конкретно, но основной реакцией был такой вот масштабный проект в прошлом году открытия, посвященный регистру исчезных сооружений и тех сооружений, которые понесли какие-то очень серьезные утраты внешнем облике. Можно этот сайт будет посмотреть тоже в сети, это все существует, там есть очень много материалов, и их можно было бы просмотреть всем, кто мог бы этим заинтересоваться. И вот третий метапроект, которым мы занимаемся, это проект, который мы назвали именем Бетгена, такого библиографа, востоковеда и, самое главное, библиотекаря, который сыграл существенную роль в развитии библиотеки. И смысл этого проекта заключается в том, чтобы создавать какие-то открытые архивы, открытые собрания книг, чтобы ими пользовались не какие-то какого-то элитистского круга исследователей, которые также и публикуются в этих же тоже элитистских журналах, которые мало кому известны, а чтобы представить все или иные архивы, собрания, видать книги в открытом доступе для всех, кто интересуется культурным наследием региона. И вот в данной ситуации проект, посвященный публикации архива Арины Анатольевны Погаченковой, был первым и, конечно, с очень существенным для нас шагом. И рассказать об этом проекте, конечно, было бы логично главному актору, а именно Свете. — Так, я сейчас тоже попробую поделиться моим экраном и, соответственно, начать. Видно, да? — Да. — Отлично. Ну вот это то, что рассказал Боря, я с этого тоже начинаю. — Да, идея была такая — сделать серию открытых архивов для того, чтобы как-то на нашем уровне попытаться переломить эту тенденцию, на мой взгляд, неоколониальную, когда можно довольно, как не то, что легко, но есть тенденция, когда западные университеты организуют базы данных с какими-то публикациями, с визуальными документами, но эти базы данных, они потом становятся закрытыми. Они работают только на какие-то университеты, которые в состоянии платить деньги за абонемент, а там, где эти документы были произведены, там, где работали исследователи, эти документы по-прежнему недоступны. Вот эту тенденцию нам хотелось бы перебить и сделать так, чтобы можно было пользоваться этими архивами, любыми архивами, находясь в любой точке земного шара. И первый проект, который мы реализовали вот в этой программе «Бетгер», это проект, посвященный Галине Анатольевне Пугаченковой. Вот тут наши фотографии немножко закрывают ее, сейчас я вот так вот сдвину, так лучше, да? Вот это удивительная женщина, которая была невероятно красива и оставалась красавицей до самых практически последних лет своей жизни. Вокруг нее всегда было ощущение какого-то удивительного света. И этот человек, в общем-то, он стал в какой-то степени символом узбекистанского искусствоведения. Поэтому, начав работать с этим архивом, мы подумали, что это будет, ну, такое хорошее начало для этой программы. Конечно, я не думаю, что надо нам представлять Пугаченкову в этой аудитории. Ее все хорошо знают, знают ее работы, знают, что она делала. Но, между тем, мне просто хотелось бы очень коротко показать фотографии, которые показывают жизненный путь Галины Анатольевны. С того момента, когда она была студенткой в архитектурно-строительном институте, это ее дипломный проект, но создав вот такой помпезный дипломный проект в стиле сталинского ампира, Пугаченкова решила, что лучше ей заниматься не архитектурой, в прямом смысле слова, а лучше ей заниматься скорее просто археологией, то есть историей архитектуры. И ее жизнь довольно резко поменялась именно в тот момент, когда она встретилась с Михаил Евгеньевичем Масоном, который стал ее вторым мужем. И вот начиная с конца 30-40-х годов Пугаченкова под его началом изучает археологию. И с этого момента вот та старая архитектура, которая не была видна на поверхности, она становится для нее как бы такой более понятной и более открытой. Она принимает участие в многочисленных поездках студентов. Масон привлекает ее к работе в Среднеазиатском государственном университете, где Пугаченкова читает лекции об истории архитектуры, об истории искусства. Она принимает участие в работе студенческого научного кружка Южно-Туркменской археологической комплексной экспедиции и участвует в многочисленных поездках, большей частью по Туркменистану. Потому что именно вот эта экспедиция, которую создал масон, она работала в Туркменистане. И причиной этому были какие-то личные несогласования масона с академическим правлением Академии наук Узбекистана. Но вместе с тем Пугаченкова и масон работают и в Узбекистане, в частности они изучают Ишрат Хану. И вот эта очень активная исследовательская деятельность, она покрыла и территорию Узбекистана, и главным образом территорию Туркменистана. Это докторская диссертация Пугаченковой, в которой были описаны все те памятники, которые ей удалось посетить, сфотографировать, зарисовать, описать, сделать планы. Конечно, она сформулирована в случае советской терминологии, советских требований, но та документация, которая там собрана, она, в общем-то, гораздо важнее тех идеологических рамок, в которых эта диссертация сформировалась. Пугаченкова интересовалась в ходе этой экспедиции не только какими-то грандиозными постройками дворцов или фортификационных сооружений. Ее внимание привлекли также и сооружения, связанные с традиционной архитектурой, с традиционными домами. Как вы видите, здесь детали, капитали. И ей хотелось всегда обнаружить вот эту связь между прошлой архитектурой, архитектурой эллинистического периода и архитектурой современности. Далее, когда Пугаченкова уже обрела силу как исследователь, и когда практически ввелась на нет деятельность в Туркменинске и Узбекистане, она начала большой проект по созданию свода памятников. И вот в этом проекте большую роль занимала архитектура частных домов, как вы видите вот здесь, с элементами украшения этих домов. И, конечно же, Пугаченкова продолжала работать над ключевыми памятниками Средней Азии, памятниками эпохи Тимура, эпохи Тимуидов и теми крупнейшими сооружениями, которые являются до сих пор украшением истории архитектуры Средней Азии, Узбекистана в частности. Это планы, которые входили в ее докторскую диссертацию, различные созданные ей альбомы. И Пугаченкова, как мы знаем, она обладала удивительной работоспособностью. Эта работоспособность, она видна в архиве в разных ракурсах, в разных документах, когда внимание уделяется и большим памятникам, и огромным планам, и стратеграфическим разрезам, и в то же время вот таким вот деталям архитектурным, которые точно так же прорисовываются, фотографируются и описываются. И потом появляется вот то, о чем я говорила, это тенденция спроектировать знания, которые получены в поле, скажем так, с традиционной архитектурой, с теми знаниями, которые ей удавалось получить благодаря археологии. И результатом получаются вот такие предложения реставрации, которые Пугаченкова делала довольно много. Хотя, конечно, вот сейчас анализируя это предложение по реставрации мечети в Анау, можно сказать, что это довольно фантазийное предложение. Но, как бы то ни было, оно интересно было для своего времени. Столь же интересны были и ее предложения по реконструкции квадратного зала в Несе. Вот эти картинки, которые вы здесь видите. И дворцовый зал, тронный зал во дворце Халчияна. И еще одна реконструкция, которая скорее можно рассматривать как предложение для глобальной реставрации. Вот это были все различные направления Пугаченкова архитекта. Вместе с тем, работая с этой документацией, Пугаченкова понимала, что, возможно, есть другие какие-то пути для пополнения документальной базы своих исследований. И она обратилась к миниатюре. И обратилась к миниатюре как архитектор. Она стала изучать именно архитектурные структуры, которые можно обнаружить в миниатюрах. И вот здесь можно видеть, как она работала, отталкиваясь от обычной миниатюры. Она делала вот такие детальные прорисовки архитектурных структур. И на основе этого она потом пыталась проводить раскопки или создавать свои реконструкции. Но самое интересное, что результатом вот этого, скажем так, архитектурного экскурса в миниатюру потом стал интерес к миниатюре как к отдельному виду искусства. И результатом стало несколько публикаций, каталогов, посвященных коллекциям миниатюров, которые находятся в Узбекистане. И вот как бы вершиной этого направления ее деятельности стала вот эта книжка «Миниатюры Средней Азии», написанная в соавторстве с Галеркиной. И постепенно археологические находки, они как бы подталкивали Галина Анатольевна больше заниматься именно историей искусства. И вот это, пожалуй, была одна из самых важных, ключевых находок. Это находка ритонов в НИСе. После находки ритонов в НИСе Пугаченкова она как бы немножко смещает центр тяжести своих научных интересов. Она все больше интересуется иконографией, трактовкой различных иконографических сюжетов. По сути дела, это история искусства. Результатом вот этой работы стала вставшая классическая теперь публикация, которая была произведена вместе с масоном, публикация этих ритонов. Но вот это желание больше изучать историю искусства, а не чистую археологию, и даже уже не столько чистую архитектуру, оно подтолкнуло Пугаченкова к созданию очень специфической экспедиции. Это была узбекистанская искусствоведческая экспедиция, которая была организована в самом начале 60-х годов в Институте искусствознания НИХАМЗы. И вот эта экспедиция, она была очень счастливая. Пугаченкову удалось сделать несколько очень крупных открытий, как, в частности, открытие вот этого золотого клада на городище Дальверзин-ТП, которое в свое время стало просто большой сенсацией. И опять-таки вместе с масоном это изучение было проведено, самые первые этапы были реализованы, и потом Пугаченкова все больше и больше стала работать уже самостоятельно. В частности, вот это ее очень большая, очень важная монография, посвященная Халчияну, где анализировалась не только архитектура, не только реконструкция этих залов, но и скульптура. И скульптура, как я уже сказала, она становится, как один из видов искусства, она становится одним из главных сюжетов Пугаченкова в течение нескольких лет, результатом чего становится эта крупная монография, изданная в Москве в этой престижной серии, в которой Пугаченкову удается сравнивать скульптуру Средней Азии, скульптуру Ганхары, скульптуру эллинистических периодов Западной Европы. И результат, он, в принципе, очень позитивный, потому что по тем рассуждениям, которые выстраивала Пугаченкова в своих книгах, получалось, что Средняя Азия, она не была такой вот уж периферией, а здесь сформировалась очень важная и интересная культура, культура ушат, очень самобытная. И постепенно, наряду с масоном, в жизни Пугаченкова появляется еще один человек, с которым она долго и очень плодотворно сотрудничает. Это Лазарь Ремпель, с которым они пишут несколько книг, и одна из основных книг — это история искусств Узбекистана, которая им принесла, с одной стороны, премию в Узбекистане за выдающийся вклад в изучение памятников искусства, с другой стороны, принесла критику московских коллег, которые говорили о том, что, наверное, не стоит писать историю искусства Узбекистана, что лучше делать более объемные региональные труды. Следующие книжки уже Пугаченкова и Ремпель поправились, и появились вот эти очерки «Искусство Средней Азии», скажем так. Это сотрудничество продолжалось долго и было весьма плодотворным. Но Пугаченкова по своему масштабу, в конце концов, на мой взгляд, она стала более важной, более крупной фигурой, чем Ремпель. Возможно, это связано с тем, что над Ремпелем всегда давлело его прошлое, когда он был осужден в период сталинских репрессий, и он всегда чувствовал, что его позиция остается шаткой. Он все время работал, но все время работал с оглядкой на вот это судебное дело, которое тогда-то было открыто против него, и потом еще раз было возобновлено. Что касается Пугаченкова, то Пугаченкова, она коснулась практически всех областей. История искусства, История архитектуры, История археологии, она изучала и керамику, и нумизматику, и скульптуру, и архитектуру, и миниатюру. То есть, что бы вы ни затронули, вы всегда затронете Пугаченкова. И постепенно она становится вот такой ключевой фигурой, вокруг которой крутится научная жизнь археологов, историков древности, средневековья, историков искусства. И ей удается создать вот эту динамику вокруг себя и направлять деятельность многих коллег. К ней приходит призвание за рубежом. Это посещение Пугаченковой французско-археологической делегации в Афганистане с Полем Бернаром, который находится вот здесь. Ее связывали теплые дружеские отношения. И вот это отношение с Францией, как и с другими странами, оно вывело ее вперед и сделало очень значимой фигурой и в мире, скажем так, международной науки, мировой науки. И деятельством тому стало, в частности, как видите на этой фотографии, ее награждение академическими пальмами Франции. Это один из самых важных французских орденов. И результаты вот этого награждения, это, конечно, вот эти многочисленные публикации. Здесь далеко не все на этой фотографии. Ее огромная организаторская деятельность, популяризаторская деятельность. Но наряду с этим видимым, видимой частью Асберга, был еще и ее архив. Когда обычно, когда человек такого масштаба уходит из этой жизни, его архив как-то автоматически переходит в архивное хранилище. Но не стоит забывать, что Бугаченкова умерла в 2007 году. Это было время, которое еще носило на себе печать развала Советского Союза, кризисов экономических, которые имели место быть в это время. И, видимо, это все сложилось в какой-то контекст, в рамках которого этот архив не был вовремя передан в Центральный государственный архив. А дальше эту историю все хорошо знаете. Когда дом, в котором Бугаченкова провела последние три года своей жизни, это дом ее сына, рядом, куда перевезли архив, библиотеку. И этот дом, он приобретал все более и более жалкий вид по причине строительства рядом с этим домом, огромного осозняка двухэтажного. И дом, он просто буквально трескался по швам, как его можно видеть здесь. Это фотография из мемориального кабинета Бугаченковой, которую ее сын пытался организовать. Вот он здесь вместе со своей супругой. И, в общем-то, ему не удалось это сделать. Этот мемориальный кабинет, он не получил официального статуса. Он остался, в общем-то, такой частной инициативой, хотя на доме установлена сейчас мемориальная плита. Дом продолжал трещать по шваму. Журналисты и исследователи пытались как-то способствовать приобретению этого архива. И, в общем-то, безрезультатно. И в какой-то момент мы решили попробовать еще раз. Надо сказать, что с нашей стороны таких попыток было несколько. И вот эта последняя попытка у нас увенчалась успехом. Эти два фонда, фонд Принца Клауса и Вайтинг Фандейшн из Соединенных Америки, создали специальную культурную программу по спасению культурного наследия. Эта программа рассчитана большей частью на так называемые развивающиеся страны. И эта программа, ну, скажем так, пожарная, когда что-то происходит с какими-то памятниками, или происходит пожар, или происходит наводнение какое-либо, то вот эта программа, она предполагает экстренное спасение этих памятников. Когда мы подавали нашу заявку, мы были абсолютно уверены, что она не пройдет. Во-первых, Узбекистан, его очень сложно как бы причислить вот к этим классическим развивающимся странам. С другой стороны, архив Галины Анатольевны, он не находился вот в этом критическом состоянии. Там не было ни пожара, не было ни наводнения. Он спокойненько находился в доме у ее сына, был, в общем-то, описан, хорошо сложен в стопочке, и никуда не спешил пропасть. Но наша заявка прошла, и потом к этому проекту присоединилось швейцарское посольство в Узбекистане. Этому способствовал посол Швейцарии, господин Оливье Шарф, которого я очень благодарю за это содействие. И мы начали работать с этим архивом. Архив, как вы видели, он был упакован в такие папки советского образца. Какие-то папки были более полные, до 500-600 страниц папки. Какие-то включали в себя несколько бумаг. Эти папки как были описаны супругой Сосновского, сына Пугаченковой. Но то, что мы приобрели, оно не совсем соотносилось с этой описью. То есть это был какой-то код в мешке, и потом нам не хватило трех папок, зато у нас появились какие-то дополнительные папки. И мы пытались все-таки навести какой-то относительный порядок в этих папках, в то же время стараясь не особо их перемещать. Галина Анатольевна, то есть вот здесь видно, как выглядели эти папки. Конечно, это не было такое архивное хранилище. В этих папках находилась самая разнообразная документация. Иногда папки были идеально подобраны. То есть видно было, что эта папка замыкает в себе какой-то единый комплекс документации. Иногда в папках документы находились в таком разброде. То есть там были какие-то очерки, какие-то выписки. Как-то это все было перемешано. Что могли, мы попытались все-таки сложить в более-менее логичные и разумные ансамбли. В то же время мы стремились не вмешиваться вот в эту систему и сохранить ее в том время, как этот архив существовал у Галины Анатольевны. В этом архиве есть самые разные типы документов. Там очень много вот таких вот машинописных текстов, тех текстов, которые уже были опубликованы. А много текстов вот в таком вот виде. Это первые экземпляры этих текстов, которые подклеивались, переклеивались, дополнялись. И вот здесь, наверное, важно сказать следующее. Одним из барьеров и препятствий к покупке этого архива было то, что многие исследователи говорили о том, что Пугаченкова практически никогда не писала в стол. Что все, что она писала, она все могла опубликовать, и все было опубликовано. И поэтому приобретать этот архив, а тем более сканировать его и давать публике на всеобщее обозрение, наверное, это неинтересно и игра не стоит свеч. Мне бы хотелось возразить на это замечание. Во-первых, очень многие публикации Пугаченкова, и особенно ранние, они стали библиографической редкостью. Это раз. То есть их сложно найти. Во-вторых, то, что можно увидеть в архиве, в архиве можно увидеть всю цепочку создания научного произведения. Можно увидеть выписки, можно увидеть библиографические карточки, то есть можно понять, в каком интеллектуальном и пистемиографическом круге развивалась мысль Пугаченкова, на какие идеи она отталкивала, что она читала, что ей было, наоборот, недоступно для чтения. Потом можно видеть ее первые наброски, можно видеть, как она над ними работала, что она выбрасывала, что она дополняла. Можно видеть потом, как она реагировала на рецензии, потому что на большую часть этих публикаций есть рецензии, есть отзывы, есть ее ответы на эти отзывы, и потом есть переработанные тексты. Можно видеть, с чем она была согласна и с чем она не была согласна и хотела любой ценой это сохранить. С другой стороны, то, что тоже очень интересно, потом есть еще и гранки, верстки вот этих публикаций, и там есть тоже авторские поправки. Опять-таки видно, как она работала с издателями, с издательствами, и видно, как иногда издательства убирали какие-то куски из ее текстов, которые они считали не нужны, и как она или боролась за эти куски, выброшенные издателями, или же, наоборот, их оставляла в том виде, как ей рекомендовали издатели. Поэтому наличие вот этой документации, оно важно для историков науки, чтобы понять вот эту внутреннюю кухню, внутреннюю лабораторию Пугаченко. Помимо этого, в архиве есть очень много полевых дневников. Это совершенно удивительная документация, где можно видеть именно, как она изо дня в день продвигалась, какие у нее возникали идеи, какие мысли оставались, какие мысли отсеивались, как проходила дискуссия по поводу каких-то открытий или каких-то событий в ходе археологических раскопок. В этих дневниках есть не только зарисовки, не только вот такие кроки элементов архитектуры или керамики, но и есть очень много личных моментов, когда она дает характеристику своим коллегам, своим студентам, просто политическим событиям. То есть, в принципе, это документы эпохи, по которым можно выстроить вот тот контекст, в котором существовала интеллектуальная элита советского Узбекистана и тот контекст, в котором они производили знания. В архиве есть очень много планов, разных планов, и архитектурных сооружений, и стратеграфических раскопов. Причем многие из этих планов, они просто гигантские, то есть они похожи на простыни, на скатерти. Эти планы, конечно же, никогда не публиковались в таком оригинальном виде, и чаще всего они публиковались в очень схематизированном виде. Я уже не говорю, что иногда в советское время качество публикации оставляло желать лучшего. То есть доступ к этим документам, он важен. Важен доступ и вот к такого рода разрезам памятников, к такого рода описаниям очень детальным, потому что очень многие из тех памятников, которые Пугаченкова описывала в 50-е, 60-е, 70-е годы, или же они пострадали от времени, или же они были неправильно отреставрированы. Но в любом случае вот такая документация, это ценнейшая документация, чтобы понять эволюцию памятников, материальную эволюцию памятников во времени. В архиве есть довольно много вот таких набросков. Насколько они важны с научной точки зрения, это, конечно, решает специалистам, но иногда эти наброски сохранили образ того здания, которое на сегодняшний день уже не существует. В архиве есть очень большой альбом фотографий, которые иллюстрируют ее докторскую диссертацию. И это оригинальные фотографии. Это вот то, о чем только что я сказала, что в советских публикациях очень часто эти репродукции архитектурных памятников были выполнены некачественно. И в итоге образовывалась скорее вот такая вот темная поверхность, где сложно было угадать фактуру или какую-то структуру архитектурного сооружения. Здесь это возможно. Среди этих фотографий есть и совершенно уникальные фотографии, которые нам показывают первые моменты после открытия каких-то археологических находок, как вот этот знаменитый Кушанский принц, которого мы знаем скорее в таком музеографическом уже варианте или на обложке ее публикации на английском языке. А это вот как он только что был найден из земли. Или же вот этот аэртамские находки с капителями и с скульптурным фризом. Есть несколько прорисовок археологических, которые тоже сохранили первозданную цветовую гамму. и есть еще вот этот особый пласт фотографий, причем фотографии самые разные. Есть то, что мы называем контрольки, которые вот так запакованы в конвертике, описаны. Есть просто нарезанная пленка, как вот здесь, с описанием, или же пленка без описания. Вот то, что мы нашли, скажем, вот эта вот пленка «Ютакэ», и вот как на сегодняшний день мы разобрали эти пленки, которые, возможно, содержат фотографии, которые даже никогда не публиковались и не были напечатаны. Вот эти фотографии на сегодняшний день мы не смогли отработать, потому что эти пленки были найдены семьей Галины Анатольевны только недавно. И только недавно они нам их передали. Это вторая часть работы, которая нам предстоит, и которую нам хотелось бы сделать и довести до ума. Но то, что мы сделали, мы сканировали и перевели в цифровой формат вот эти широкомасштабные снимки, которые Пугаченкова использовала для иллюстрации своих великолепных альбомов, как вот один из примеров. И еще один пласт очень интересной документации, которую можно видеть и Пугаченкова, это фотографии, которые реконструируют историю археологии в Средней Азии. Конечно, большей частью это история Южно-Туркменской археологической экспедиции с масоном, которая присутствует практически на всех этих фотографиях. Отдельный пласт этого архива — это письма. Письма самые разные. Большей частью это деловая переписка. Как я уже сказала, это письма редакторов, это письма рецензентов, это письма коллег, соратников. И эти письма, они, наверное, когда-нибудь они будут изданы, по крайней мере, мне бы этого очень хотелось, потому что в них остался вот этот дух эпохи, переживания людей, которые работали с Пугаченковой. И, конечно, они важны для как реставрации каждодневной жизни того времени, так и для истории развития науки. И в архиве есть вот такие акварельки, которые симпатичны, но насколько они важны для науки, я не знаю, но это показывает, насколько многогранной была Галина Анатольевна. Она любила и поэзию, и живопись, и музыку, и сама рисовала. Правда, вот этот вот кусок архитектурного тимпана — это не ее рисунок, это рисунок Рафаила Токташа, который он подарил Пугаченкову на какой-то праздник. Вот, когда мы получили этот весь огромный архив, то первая задача была, куда его положить. Он просто огромный. То есть вы понимаете, что привести это все в дом и положить где-то у кого-то в доме, это было нереально, это было очень сложно. Поэтому мы нашли бюро, где сложили эти папки сначала в такие вот образом, потом мы их попытались как-то переложить, как-то немножко подчистить, убрать пыль. Когда мы перекладывали эти бумаги, руки у нас были черные, так, как будто бы мы копали землю, а не раскладывали бумаги. В конце концов мы решили, что надо эти папки переложить в каком-то определенном порядке. Вот этот процесс такой систематизации, первоначальной классификации, и вот результат уже все было сложено в эти картонные коробки из-под банана. Такое наше ноу-кау. Они надежные, и в них документы могут хорошо храниться. Далее шел процесс оцифровки этих документов. Далее, после этого, с одной стороны, документы были оцифрованы при помощи сканера, который для этой цели специально был приобретен. С другой стороны, наши коллеги Наби Морбеков, он фотографировал многие документы, и в частности, он фотографировал пленки этих фотографий. Конечный результат вот такой. У нас получилось 342 папки, которые мы сделали, и потом надо было эти документы как-то описывать, потому что если у вас огромная вот эта куча документов в виде бумаги, и если у вас огромнейшая куча этих документов в виде сканов, то это тоже толково мало. Поэтому мы приступили к описанию этих документов, разработали какую-то схему, и вот наши сотрудники, которые, наши коллеги, которые занимаются этим тяжелым и очень важным делом, это Владимир и Наталья Микулицки. Мне бы еще, конечно, хотелось сказать большое спасибо нашему программисту, который создал эту удивительную программу, такой гений, и Боре, с которым мы вместе это все с собой везли на наших плечах уже в течение полутора лет. Конечный результат всего этого мероприятия, как нам бы это хотелось, мы хотели бы передать этот архив в Центральный государственный архив, и мы уже согласовали договор подарения, обе стороны и архив, и мы согласны с текстом. Теперь мы ждем, когда закончится ковид, и можно будет снова ездить между Европой и Узбекистаном. И то, что самое приятное во всей этой истории, то Центральный государственный архив пообещал нам, что архивы Пугаченковой будут объединены вместе с архивами Масона, и будет создан единый фонд, где все эти документы будут представлены вместе. Мне кажется, это очень важно. Так, сейчас я, наверное, имеет смысл быстренько перейти к самому сайту. Сейчас я поменяю. Упс, простите. Сейчас, я просто хотела бы, я хотела бы перейти на... Так. Упс, она мне закрывает, я не вижу. Сейчас. Вот, на наш сайт, сайт этого архива. То, что, наверное, интересно для пользователей. Мы постарались сделать этот сайт таким образом, чтобы он был легкий для навигации, и чтобы там можно было легко найти все необходимые документы. Значит, вот в этом разделе о проекте описана цель проекта, история архива, его значения. И самое главное, что здесь есть, это использование ресурса. Это своего рода инструкция, как надо этим пользоваться. Сейчас немножко более подробно об этом расскажет Боря. А мне бы просто хотелось обратить еще внимание на вот этот раздел о Пугаченковой. Здесь мы поместили довольно большую библиографию Галины Анатольевны. То есть, вот это вот списки ее опубликованных работ, все списки, которые были изданы в течение ее жизни. И дальше вот этот список ее публикаций, которые здесь находятся, это тут список, который отражает библиотеку, которая у нас сложилась. То есть, все эти вещи, они у нас находятся в нашей библиотеке. И мы теперь пытаемся вести разговор с издателями, чтобы нам разрешили эти публикации вывесить на сайте. Дальше вот этот раздел о Пугаченковой. Здесь можно найти ее биографию. Это моя книжка, которую я давным-давно опубликовала. Это ее автобиография с какими-то моими комментариями. И здесь вот этот большой сборник, который издавал Руслан Мурадов, это воспоминания о Галине Анатольевне. И вот такой очень симпатичный фильм. «Спасение архива» это то, что, в общем, я вам сейчас плюс-минус рассказала. О нас это все, что надо знать о том, как с нами можно связаться. И, пожалуй, вот самая важная часть этого сайта это индексы. Индексы и поиск. Если люди хотят узнать всю структуру этого архива, то им надо идти вот в этот индекс, который называется «Папки». И вот в этих папках есть абсолютно все. Весь эти папки они описаны. Вот таким вот образом. Нажимая на любую папку, ну, на любую какую вы хотите, вы попадаете вот в такое окно, где будет обозначен номер папки, обозначены ключевые слова тех документов, которые там находятся, геолокализации и персоналии. И дальше идет разбивка по частям и по документам. Например, в одном документе у нас три страницы, в другом документе у нас 15 страниц. Попадая на страницу документа, вы можете увидеть вот эту страницу документа. Здесь есть зум, то есть можно это увеличивать довольно много, как вы видите, достаточно, чтобы все прочитать и разглядеть детали. Если вам сложно таким образом читать, то вы можете попросить этот документ в виде PDF-а, уже готового, и система сама вам сгенерирует на вашем собственном компьютере вот этот готовый документ, 15 страниц, 20 страниц, 300 страниц, вот сколько есть, столько у вас система и выдаст. Я думаю, что это довольно удобно. Далее, ну, наверное, я лучше Борю сейчас передам это объяснение, он лучше, чем я, сможет объяснить эту историю с ключевыми словами и потом с местами и с персоналиями. Борь, я убираю. Ну, слушайте, конечно, конечно, я могу это объяснить даже менее полной, чем Светлана, что, что, конечно, нам хотелось бы, чтобы пользование сайтом было интуитивным и удобным для людей, которые подготовлены к такого рода работе и которые не очень подготовлены. Поэтому мы создали такие вот индексы, где, например, персонали, которые можно идти в трудах Галины Анатольевны или в соавторах, или где-то они появляются, и дальше найти любого человека, который, как видите, это очень обширные списки, очень большие, и таким образом этот каталог является каким-то коллективным, многотомным индексом, где собраны все данные, которые представлены на множественных этих страницах, многих-многих томат. Вот, например, я кликнул на персональное, я кликнул на интернете, и система сразу же выдала все документы пока, но учтите, что сейчас представлено где-то семь с половиной тысяч документов, но у нас все 27 тысяч документов, и мы потихонечку с помощью Владимира Микулицкого и Натальи Микулицкой описывая, будем введить оставшиеся документы системы, вот, и дальше мы можем посмотреть, что там есть связанное с ремпелем, причем, как Света уже показала, это все можно делать в таком в увеличенном размере, и можно, что интересно, на каждый документ, если есть обратный канал фотографии, она тоже введена в архив, и можно посмотреть, что именно написано на той или иной фотографии. То же самое касается любого другого индекса, например, если мы хотим обзывать сключевыми словами, вот, мы можем просто, то есть, не сключевыми словами, совсем у меня здесь не виден за, сейчас, я попробую вот так вот скифрить, чтобы, да, вот, чтобы найти поиск, потому что поиск был, поиск был закрыт нашими фотографиями. Ну, например, если я ввожу общее слово фото, вот, снова фотография скрывает этот поиск, вот здесь вот видно, что на слове фото есть 580 документов, и когда мы на это кликаем, то система довольно быстро нам выдает все эти 518 фотографий, и дальше, идя по любой ссылке, мы находим, в каком папке, в каком документе хранится эта фотография, и есть полное описание этих фотографий с ключевыми словами, короче говоря, мне кажется, что вот такое вот блуждание в этом архиве, возможно, не так, как мы читаем книгу, вот с первой до последней хранится, такое однолинейное, а возможно движение в разных направлениях, когда мы ввели ключевое слово, потом мы ввели вообще слово любое в поиск, потом нас заинтересовало на Будда, мы кликаем на Будда, и уже отсюда нам система показывает все документы. Таким образом, мне кажется, что мы создали довольно симпатичное такое поле для экспериментов, вот, и каждый в этом, вот, например, я сейчас кликнул на места, и каждый в этом массиве, огромном массиве информации сможет найти ту информацию, которая его интересует. Думаю, в этом сможет любой разобраться, поэтому долго не буду объяснять, как это устроено, потому что именно так это инфектировано, что любой, кто даже не очень себя свободно чувствует в интернет-пространстве, все-таки смог найти его вещи. Вот на этом, наверное, и остановлюсь. Ну, наверное, я думаю, можно теперь перейти к вопросам, если есть вопросы, потому что мы вроде бы рассказали все, что у нас было рассказать. Я предлагаю включать теперь можно микрофоны и задать вопросы у кого есть. Ну, работа будет продолжаться, я так понимаю, еще не один, наверное, год. Ваня. Ну, мы предполагаем закончить первый этап этой работы к концу этого года, в смысле закончить описание вот этого архива, как у нас это сейчас наметилось. в дальнейшем, как я уже говорила, у нас есть идея сделать то же самое вот с этими негативами, которые нам семья передала несколько недель тому назад, тоже их ввести в эту систему, что значит, опять-таки, реставрировать, сканировать, описать и ввести в базу данных. Следующий этап, конечно, нам бы хотелось добавить публикации Пугаченковой в эту базу данных. И еще один этап, возможный для развития, когда мы опубликовали анонс об открытии этой базы данных, например, археолог, который долго работал с Галиной Анатольевной, Савчук Курбанов, он сказал, что он бы хотел бы нам передать свой архив, где есть и Пугаченкова, и ее работы, и городище, где она копала, чтобы это тоже вошло в этот архив. То есть идея и надежда, что люди, которые работали с Пугаченковой, у кого остались какие-то фотографии, документы, письма, планы, я не знаю, что еще, они были бы согласны передать нам эти документы, чтобы можно было их тоже ввести в эту систему. Ахим Джонаке, пожалуйста, вам слово. Спасибо. Спасибо, Нола, спасибо, Светлана, и Бальске. Я бы хотел вот сначала маленький такой вопрос, а Пугаченкова и Анатольевна много писали. Эти публикации вошли или не вы планируете или нет? и второй вопрос. Конечно, каждого ученого надо рассматривать, сообщать с ее коллегами, с его естественниками, потомками. В этом ряду нам очень повезло, что был Михаил Евгеньевич Масон, потом идет Калина Анатольевна Пугаченкова и продолжает исследовать эту российскую республику. Сейчас мы очень широко дали в архив Галины Анатольевны Пугаченковой. А масоны есть, конечно, в свое время много книг было, но они в библиотеках каких-то хранилищах. Я не думаю, но может быть там студенты археологии изучают масона. Хотя у нас как археология свое время ликвидировали, не знаю, сейчас есть или нет. Есть сайт Эдвара Васильевича учебаться, который в свое время сделал компания Норма, но она очень редко обновляется, редко куда входит. Там хотелось в свое время, когда планировали этот сайт, чтобы перед этот сайт продавали произведения Эдвара Васильевича, но это тоже не получилось. Как-то получается, что в ремнишнее время археолога не получается. как их многообразие представляет или это невозможно? Третий вопрос. Вы передали государственному архиву республики Ужик-Тан. Они в свое время, лет 10 тому назад, когда Эдвард писал в кабинет министров, они приходили, описывали, чай пили, потом уходили, и это не осталось. А сейчас вы им передали просто так. Она там будет лежать мертвым грузом, и с ним будет работать. Если у нас нет кафедры археологии, нет факультета археологии, кто с ними будет работать? Ну, вас спасибо большое за вопросы, их было несколько, я просто попытаюсь на них ответить один за другим. Да, пока этот архив посвящен только Галине Анатольевне Пугаченко. Но в принципе его можно рассматривать как пилотный проект, потому что в Узбекистане есть очень много интересных частных архивов других исследователей, и в принципе мы готовы дальше этот проект расширять, создавая такие же открытые архивы для того же масона, например, если Центральный Государственный Архив будет согласен сканировать эти документы, потому что мы же не имеем к ним доступа, этот доступ теперь находится в Центральном Государственном Архиве. Если они будут согласны сканировать эти документы и представить их в этой базе данных, то, конечно, мы с удовольствием ее раскроем и сделаем общую базу данных Пугаченковым масон. Если, скажем, кто-то из археологов захочет нам передать свой архив в таком же объеме, как это было сделано в отношении архива Пугаченковой, это тоже можно сделать, безусловно. Если с нами захочет сотрудничать Институт археологии, который сейчас очень активно начал свою программу по сканированию архива, то мы готовы к сотрудничеству, мы готовы поделиться нашими находками, нашими методиками, нашими какими-то правилами, которые мы для себя выработали. И мы готовы это делать. Другое дело, что тоже нужно понимать, что эти проекты, во-первых, они очень трудоемкие, они требуют много времени, много энергии, много затрат человека, часов, и, соответственно, они требуют каких-то определенных денег. То есть наше желание дальше что-то реализовывать, это значит, это желание должно быть подкреплено какой-то финансовой бюджетной линии. И эти бюджетные линии, это значит, надо нам искать какие-то новые стипендии, новые гранты, которые нам бы позволили продолжить эту работу, так как мы сделали для пугачников. Что касается вашего самого последнего вопроса, кому будет нужен этот архив, ну, я думаю, что у него может быть много читателей. Да, у нас сейчас нет кафедры археологии, это очень плохо, но у нас все-таки остался институт археологии. Это на базе этого института археологии теперь организует Центр национальной археологии Узбекистана. То есть эти сотрудники, которые работают в этом Центре, им, возможно, будет интересен этот архив, скорее всего, и будет он интересен. У этих сотрудников есть их коллеги, зарубежные коллеги, которые, как в России живут, так и в дальнем зарубежье, которые тоже могут быть заинтересованы в анализе этого архива. Более того, этот архив очень разнообразный, как вы видели. Он адресован не только археологам, он может быть интересен архитекторам с разных точек. Архитекторам, которые занимаются теоретическими работами, архитекторам, которые занимаются реставрационными работами. Вот эти все планы Пугаченковой, фотографии, ее разрезы и ее рекомендации, как надо проводить реставрации, они могут быть востребованы сейчас, в настоящее время. И когда в Узбекистане, скажем так, реставрация хромает на все четыре лапы. Этот архив может быть интересен краеведам. В архиве Пугаченковой, например, очень интересная заметка была посвященная Дому специалистов, в котором она прожила всю свою жизнь, и она собрала небольшие такие истории, биографии всех людей, которые там жили, которые были ее соседями. Этот архив может быть интересен историкам науки, таким, как я. Я занимаюсь историей археологии, и, безусловно, для меня это будет такой кладень, сокровищница, где находится очень много документов, которые помогут понять, как производилось знание в этих условиях. И я думаю, что для многих людей каждый сможет найти там то, что ему захочется. Кому-то будут интересны фотографии, кому-то будут интересны письма, кому-то будут интересны полевые отчеты, потому что эта информация не прошла в публикацию, а ее надо бы найти. Поэтому я думаю, что главное в этой ситуации обеспечить доступ к информации, а кто эту информацию будет использовать и как, это уже в общем-то не наше дело, по большому счету. Главное создать библиотеку, создать архив, а дальше они будут сами работать. Я бы хотела добавить даже, что мы вас позвали всех для того, чтобы вы рассказали другим, про кого рассказала Светлана, о том, что есть такая возможность и можно воспользоваться прямо сейчас, переходить на сайт пугаченкова.нет и начинать изучать ее наследие. У меня даже есть такое наблюдение о том, что на сегодняшний момент мы получили множество позитивных отликов после публикации проекта. И большинство этих отликов как раз таки шли не то, чтобы из-за такой академической узконаучной среды, но также людей, которые занимаются популяризацией, науки и популяризация знаний. Эти люди, которые в таких сферах, связанных, может быть, где-то с туризмом или с изучением города, как сказали свои веды, они чрезвычайно отреагировали на появление этого огромного массива информации, потому что этот массив информации в момент в какой-то сфере их сравнял с учеными такого академического плана, потому что они ведут именно все запасники, которые обычно достались только избранные какие-то какого-то академического круга. И все это, мне кажется, невероятно способствует такому восрешению этого знания, восхождению его в тех кругах и слоях общества, где раньше эти сведения не поступали. Мне кажется, это чрезвычайно важно, вот эта профессионация исследовательского и популяризма такого процесса. Я хотел добавить, слышно ли мой голос? Это Шукрат Исакулов из Госконтуризма. Да, 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 вас хорошо слышно. Во-первых, я хотел бы высказать, передать огромное благодарность за проведенную вами работу по, скажем так, колоссальную работу от имени Государственного комитета по развитию туризма, в частности от Азиза Абдухахаровича Абдухакима, заместителя премьер-министра республики Узбекистан и председателя нашего комитета. И мы сейчас планируем отправить вам письма и соответствующие документы связанные с этим процессом. Мы получили ваше письмо и сейчас оно находится на рассмотрении нашего руководства с вашими дополнительными предложениями по расширению работы в этом направлении. Хотел сказать, что госком туризм будет и впредь поддерживать такого рода проекты. Дело в том, что на сегодняшний день в Узбекистане расположено более 8 тысяч объектов исторического наследия, которые недостаточно изучены. В туристический оборот вовлечены всего лишь 5% этих объектов. Правительство дает четкую установку и есть поручение правительства его вовлечения этих объектов. В этом году мы должны были дополнительно вовлечь 800 объектов исторического наследия архитектурных памятников в туристический оборот, то есть привести его в надлежащий вид. В Узбекистане ощущается острая необходимость в профессиональных реставраторах, в специалистах, ученых, которые могли бы бережно осуществить все необходимые меры, чтобы сохранить историческую идентичность, чтобы реставрационные работы были проведены на профессиональном уровне. Но проблема в том, что несмотря на то, что у нас комитет сейчас ведет работу, но как таковой объектов в нашем распоряжении госком туризма не имеется. Объекты разделены на три категории владельцев, скажем так, это объекты относятся к министерству культуры, есть объекты, относящиеся к фонду ВАК, это в основном объекты, и есть объекты, относящиеся к местным органам власти, такие как Кистан в Самаркане. поэтому госком туризм может только содействовать, оно само, если бы это были бы наши объекты, мы могли бы сами инвестировать, или там как-то вкладывать свои средства и работать над этим. Но нет, с вами проводится определенная работа. К сожалению, вот этот кризис, связанный с коронавирусом, привел к остановке, фатальной остановке туризма во всем мире, в частности Индакистане, и те некоторые средства, которые формировались за счет туристического потока, в настоящее время они приостановлены и они ушли на, уходят на поддержку туристической сферы. Вот такого плана я хотел сказать и поблагодарить за проведенную вами работу. Надеюсь, что наше руководство поддержит и мы с вами продолжим совместную работу и совместно с Министерством культуры нашей страны. Спасибо. Спасибо вам. Здравствуйте. А можно вопрос задать? Да, большое спасибо действительно за эту колоссальную работу. Я просто сидела и в таком легком шоке была от того, что было сделано и работы еще ведутся и что планируется и руки не отпускаются. Очень надеюсь, что будут привлекаться как можно больше сил. Хотела вот, я так обратила внимание, что сайт преимущественно получается на русском языке, да, сейчас в данный момент. Он планируется переводиться? Вот эти те же самые работы Пугаченковой на другие языки. Спасибо большое за вопрос. Ну, наверное, я отвечу на него, Боря, я не знаю, я их задаваться потом. Это один из самых больных вопросов, которые мы обсуждали с самого начала этого проекта. На каком языке его делать? С одной стороны, мы думали, может быть, его сделать на английском, тогда его будут больше читать за границей. Может быть, его надо делать на узбекском, тогда его будут больше читать в Узбекистане. Может быть, его сделать разом на трех языках, тогда его везде будут читать. Вот, но проблемы, которые у нас были, они были следующего порядка. Во-первых, если делать трехязычный сайт, то стоимость такой работы возрастает в разы. Потому что вот то, что вы видели, описание всех этих документов, их надо вести на трех языках. Это значит, надо иметь в распоряжении трех людей, которые прекрасно владеют этими языками, являются носителями языка, носители суббекского языка, носители английского языка, носители русского языка, и чтобы они все при этом хорошо понимали русский язык, потому что основная документация, она на русском языке. То есть, это одно было соображение. Второе соображение, по которому мы шли, то есть, нам было, когда мы это поняли, что у нас просто нет денег, чтобы нам делать сайт на трех языках, и чтобы нам ангажировать трех носителей языка, разных, трех языков разных, мы начали выбирать, на каком же тогда одном языке нам делать. И тогда наши размышления, они были довольно простые. Почти вся документация в архиве Пугаченкова написана на русском языке, за очень незначительными исключениями на локальных языках Средней Азии, и за столь же незначительными исключениями на французском, английском, на итальянском языках. Основной мотив он на русском. То есть, человек, который придет работать с этими документами, хотим мы или не хотим, он должен уметь читать русский язык, как печатную продукцию, так и рукописные тексты. Если этого базового знания у человека нет, то он не сможет работать с этим архивом. То есть, то, что максимально мы сможем сделать даже в наилучшей ситуации, мы сможем перевести наши вводные тексты на два языка, на три языка, мы сможем перевести вот эту всю вспомогательную информацию, ключевые слова, названия, персонажи на эти языки, но мы никогда не сможем перевести все тексты Пугаченковой на узбекский или на английский язык. Все равно, хотим мы не хотим, чтобы работать с ее архивами, надо знать русский язык. И здесь еще одно есть соображение, которое тоже очень важно, это соображение просто большого объема этой документации. То есть, если мы сейчас имеем 27 тысяч сканированных документов, то это примерно будет 100 книжек, по 300 страниц каждая книжка, и некоторые книжки написаны плохим почерком. То есть, можно себе представить, что человек должен прочитать 100 книг, это очень много, а перевести эти 100 книг на два языка параллельно, ну, это пока масштаб не нашей обсерватории, скажем так. но то, что нам кажется реально сделать, и мы будем это делать, мы сделали для английских читателей, мы сделали небольшое резюме, которое отдельно на сайте расположено, в общем пересказан этот проект в основной части, и где краткое объяснение, как может человек, не имеющий знания русского языка, использовать сайт. может быть, вы знаете, вот в этих системах переводчиков, другие переводческие системы, DIPL, например, вы можете вставить ссылку на сайт в ту графу, где надо вставлять текст, и в соседней графе появится ссылка на сайт, но переведенной. Это автоматический перевод, он плохой, я согласна, но он дает возможность как-то сориентироваться в том тексте, если вы не знаете русский язык, например, вот в нашем случае. То есть это мы объяснили. Ближайшим шагом, который мы хотели бы реализовать, мы хотели бы сделать точную такую же страницу на узбекском языке, где то же самое бы объяснялось для людей, которые не владеют английским или не владеют русским языком, но могли бы получить какую-то минимальную информацию. Вот это наши, ну скажем так, ближайшие планы с точки зрения лингвистики в общих чертах. Вот, но если мы будем говорить, например, о других каких-то проектах, да, идеально в этой ситуации делать сайт на трех языках, потому что если мы делаем на английском языке, это значит мы вступаем на вот эту вот дорожку неоколониализма, когда люди, которые хорошо знают английский чаще всего на западе, они получают документацию. Люди, которые не знают английский язык, будучи в Узбекистане, они не могут пользоваться этой документацией. И, соответственно, если та же самая ситуация, если мы делаем на узбекском языке этот сайт, значит мы закрываемся от всего мира, потому что узбекский язык не очень многие люди знают. Если мы делаем на русском, то опять-таки с одной стороны мы закрываемся от всего мира, с другой стороны мы закрываемся от жителей Узбекистана, которые, может быть, говорят только уже на узбекском языке. Поэтому, конечно, идеально в этой ситуации делать трехязычные сайты. Но я еще раз повторяю, пока это не наш масштаб, и если, скажем, Министерство культуры, Госкомтуризм нам будут помогать, то, может быть, кто знает, может быть, мы выйдем на эти вершины. Спасибо большое. И еще один короткий вопрос по поводу помощи. Я так понимаю, что помощь вы пока рассчитываете за счет грантов, за счет каких-то структур, которые готовы спонсировать. А что насчет краундфандинга? Потому что я, например, совершенно человек не близкий ни к археологии, ни к истории, но я все это как бы шапочно, дилетант, но мне все это безумно интересно, и мне кажется, таких людей найдется достаточно много, которые могли бы хотя бы какими-то небольшими вкладами помочь в развитии, скажем так, этого проекта. И плюс еще вопрос о помощи тех самых человекоресурсов. Готовы ли вы принимать волонтеров или людей, которые могли бы помочь в оцифровке, в, я не знаю, какой-то структуризации или там быть в качестве помощников для этого проекта? Отличное предложение. Бой, ну, наверное, вы сможете ответить, как или? Здесь, конечно, во-первых, большое спасибо за такие мысли и такие предложения. конечно, мы неоднократно нуждались на каких-то этапах продвижения проекта, чтобы нам кто-то помог в Узбекистане сделать то-то и то-то, потому что наше положение внешних исследователей, находящихся очень далеко от республики, делало проблематичными часто очень простые вещи. что касается описи и участия в сканировании этих документов, это тоже могла бы быть очень интересная и важная для нас помощь, но здесь, конечно, очень важно соответствие вот этих добровольцев тем, в общем-то, формальным требованиям к исполнению подобной работы, потому что ну вот пока на сегодняшний момент нужно сказать, что нам невероятно повезло найти правильного программиста, правильного человека, который сканировал документы, это Инвер Рипатович Асанов, бывший ученый секретарь Института искоспознания, который со своей скрупулезностью, со своим научным опытом понимал значимость каждого документа, он знал основы делопроизводства и все это сделал просто идеально. И то же самое вот сейчас мы имеем дело практически с профессиональным историком Владимиром Никулиским, который помогает описывать каждую страницу, то есть вот здесь добровольцы, конечно, мы были бы очень рады этому, но нужно здесь, конечно, иметь очень специфических людей, которые обладали бы какими-то знаниями специальными, чтобы эту работу вести, потому что требует определенной подготовки. спасибо большое. Спасибо, Рустамчик, вы хотели сказать тоже. Да, Света, дорогой Борис, это потрясающе, спасибо большое. Вы упомянули, что находитесь в процессе переговоров с издательствами, которые издавали публикации Галины Анатольевны. Это отличная новость, очень буду ждать этого апдейта, потому что многих публикаций просто не хватает, хотелось бы обращаться к литературе, а нету в электронном виде. Но насколько я понимаю, узбекское законодательство, оно позволяет публиковать издание, не спрашивая издательства, до 1970 года, потому что срок исковой давности он прошел. В международной практике, или на что вы опираетесь, может быть, уже можно вот эти предыдущие публикации за разрешение публиковать. Спасибо. Тут просто, я даже не знаю, Боря, это тоже опять наша больная проблема, о которой мы долго-долго-долго говорили. То есть, да, с одной стороны, может быть, в Узбекистане это можно, но дело в том, что наша организация, она канадская организация, мы зарегистрированы официально в Канаде, и мы должны подчиняться в первую очередь канадским законам. С другой стороны, как я, как гражданка Швейцарии, я подчиняюсь швейцарским законам. Поэтому все, что мы делаем в этих рамках, оно должно соотноситься с этими довольно строгими правами об авторском праве. А потом вот эти все издательства, они же не прекратили свое существование, они как-то существуют, они переименованы отчасти, отчасти нет. То есть для того, чтобы мы могли быть спокойны и в один прекрасный день не оказаться в ситуации, когда против нас заявлен какой-то иск от имени какого-то издательства, я думаю, что нам пока оптимально будет вести переговоры, и если эти переговоры ничем не закончатся, то потом можно будет, конечно, пытаться делать что-то иначе, но пока я не вижу другого выхода. Боря, не знаю, вы хотите что-то дополнить? Да, здесь это двоякая проблема. Первая это авторские права издательства, вторая проблема это авторские права некоторых авторов, которые еще не истекли. И здесь даже, я думаю, и в Узбекистане могла бы стать какая-то проблема, если, например, была публикация, ну, Галина Антоневна, она часто публиковалась вместе с такими-то авторами. Вот, и эти авторы некоторые еще живы. Вот, таким образом, таким образом, здесь возникает какая-то проблема, которую, мне кажется, нужно формально урегулировать перед тем, чтобы людей не обвязать, чтобы вести себя правильно и вести себя в легальном поле корректно. Спасибо большое. Буду ждать, тем не менее. мы тоже будем это дело продвигать, потому что мы понимаем важность этого ресурса, чтобы обогатить наш офис. Окей, спасибо. Кто-то еще хочет задать вопрос? Эльмира, Ольга, Екатерина, Мария. Я могу задать? Да, конечно. Алло. Да, 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 мы вас слышим. Всем-всем добрый вечер. Я Ахмедова Эльмира. Добрый. Света, вы знаете, что я хорошо знакома с архивом. У меня много было вопросов, но на многие вопросы вы уже ответили. Но прежде всего вам огромная просто благодарность за тот труд. А сначала благодарность за то, что вы оказались очень достойной ученицей Галины Анатольевны Пугаченковой. Учеников у Галины Анатольевны благодарных много, но в данном случае, как вы себя повели, мы с вами об этом говорили, огромное вам спасибо. Это будет, как я поняла, открытый архив. Мы все знаем, как трудно не только в Узбекистане, везде достучаться, добраться, получить разрешение в архиве, чтобы там работать. Это огромный плюс, первый, что это будет открытый архив. Человек, я только добавлю, вы сказали, что это интересно археологам, архитекторам, ну и искусствоведам тоже, правильно? Да, конечно. Да. Я считаю, что Галина Анатольевна Пугаченкова является основоположником искусствоведения, искусствознания, как науки в Узбекистане. Было много искусствоведов, статьи, но она стоит у истоков искусствоведения Узбекистана. Поэтому это тоже, вот там говорили о том, что перевести на три языка. Вот когда мы чем-то занимаемся, что-то пишем, находим и на китайском языке, и нам, если это интересно в научном плане, мы находим как перевести. Правильно? Поэтому это, наверное, не такая на сегодня важная и главная задача. Вы правильно сказали, весь архив состоит в основном, написан Галина Анатольевна на русском языке, и, конечно, знание русского языка, чтобы ознакомиться со значением, вкладом Галины Анатольевны науку, конечно, надо владеть русским языком. Это первое. Конечно, вот сегодня, когда нет в Узбекистане кафедры археологии, это очень плачевно, в Узбекистане такая школа археологов, да? Такие памятники? А? И такие памятники, говорю, и нет кафедры. И памятники, и археологии нет. А сколько ученых, сколько, целая школа археологии, ну как, вообще? Последнее, что я скажу, много могу говорить и возмущаться тоже могу. Я радуюсь за то, вы, Света, знаете, сколько мы пристраивали этот архив, куда только мы не ходили, вы прекрасно знаете. И я сегодня очень рада, что мы его здесь не пристроили. Вот такую открытость, вот такое просветительство и научный подход, систематизация мы бы не осуществили, надо это признать. Перенесли бы еще другой архив, и он также в папках продолжал бежать. Извините, что я несколько резко, может, сказала, но так и было бы. поэтому спасибо. Спасибо, спасибо. Вопросы у меня еще есть, но не так, где тоже. Спасибо, вы огромный труд, и мы гордимся, что вы не забываете нас и она. Спасибо вам. Но мне кажется, здесь очень важный момент, то, что этот архив, он все-таки остается в Узбекистане, бумажный, я имею в виду, архив, и то, что мы дадим его в Центральный Государственный архив. Ведь это тоже надо понимать, что вот эти вот виртуальные архивы, они очень хрупкие, они не вечные, здесь они зависят от того, где они находятся, от платформы, от того, как это все существует. Поэтому я историк, поэтому мне хочется сказать, что очень хорошо знать, что где-то есть бумажная версия. Это очень важно. в какой-то момент у нас что-то случится с нашим цифровым архивом и со всеми этими копиями, которые мы сделали, потому что, будьте уверены, мы сделали там 301 копию во всех возможных местах. И эти копии сейчас у нас в Санкт-Петербурге, в Монреале, в Париже, в Лозанне, в Ташкенте, они у нас везде лежат, то есть они не сгорят в один раз, да? Но знать, что где-то есть бумажки, это очень приятно. И эти бумажки, они лежат, будут лежать в Центральном Государственном Архиве. И это, мне кажется, очень важно. Нет, абсолютно, что бумажный необходим, это источник и все остальное второе. Это важно, что будет в нашем архиве первый источник архива Галины Анатольевны. Я другое имела в виду, что вы говорили, что вы систематизировали и каждой отдельному направлению будут даны аннотации, да? Каждый документ описан. Описан. То мне бы хотелось, чтобы в нашем архиве вот вашу систему, вот этот ваш ключ все-таки сохранили. Ну, смотрим, у них просто архив имеет свои собственные правила, и я думаю, будут описывать по их правилам, не по тем правилам, которые мы выработали для сайта. но неважно, главное, что эти документы будут описаны, что они будут существовать, и очень важно, что они будут вместе с документами масона. Конечно, было бы идеально, если бы на наш сайт центральный государственный архив согласился бы добавить бы еще и документы масона. Это идеально было, это просто желаемо. Представляете, в едином сайте масона Лукаченкова. В свое время Галина Анатольевна подарила архиву весь архив. Да, масон. Спасибо. 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 Спасибо большое. Есть у кого-то еще вопросы? Добавить, потому что говорили об архиве Эдварда Васильевича Филадзе, но нельзя забывать о том, что значительная часть архива Лазаря Израильевича Ремпеля была сдана перед его отъездом в Москву в архив Министерства культуры. И теоретически, так вот, если говорить о конгломерате вот этих различных архивов людей, которые были вместе над одними проблемами, то архив Лазаря Израильевича тоже, я думаю, должен был бы быть приобщен к этому, к этому, может быть, иллюзорному вот этому виртуальному будущему, если это возможно. Потому что, как я помню, этот архив, поскольку имел причастность к его собиранию и издаче в архив Министерства культуры, в архиве Ремпеля было огромное количество фотографий, Ремпель был любителем фотографии, любителем архитектурной графики, вот, и ценность этого архива колоссальна, вот, поэтому, вот здесь, упоминая, архив масонна, не нужно забывать вот архива Ремпеля, который, ну, как мы знаем, был с автором, как Света сказала Далина Анатольевна по многим работам, и параллельно с ней развивал вот те же самые идеи, имеющие огромное значение для истории науки. Может, институт искусства знаний сделан? Что-то вы приуныли. Не знаю, потому что, вот, то, что касается архива Ремпеля, часть этого архива сгорела. Ясно. Он его готовил к передаче в Москве, все это у него было сложно расписано, разобрано на его даче, и дача сгорел, с дачи сгорел архив. Но он увез подлинники, а сделал копии, они были в институте искусствознания, были пап. В общем, каким-то образом, его архив сейчас разбросан по разным городам. Часть находится в Узбекистане, часть находится в Израиле, часть находится в Америке, а часть сгорела. Вот, и в этом сложно разобраться, где оригиналы, где копии. Хорошо, что хоть что-то сохранилось, а не все было на московской даче, вот, но как это приобщить вот к этому виртуальному архиву, об этом надо, конечно, думать, и надо смотреть. Когда готовили какого-то его юбилея, 90-е или 100-летие, не помню, было очень трудно найти его архивы. В Израиле, что я имею в виду. Угу. что-то я задала так вот, и никто не хочет теперь его идти. Мы посмотрим, как получится. Это будем считать наш проект пробным шаром. Есть пример, уникальный пример, как нужно сохранять архивы, память и культуру. Наверное. Окей, если ни у кого нет вопросов, может быть, Екатерина вот уже написала, да, в чате, Архимеджан Акиа, Владимир, Ольга, Мария, то постепенно можем завершать. Большое спасибо и пожелание, что в ваш виртуальный сайт прожил долго-долго-долго. Ой, это навечно, я думаю. Не всегда. Не всегда. Виртуальный мир, к сожалению, очень незамерен и в нем сменяется одна за другой различные эпохи кодирования вот этого HTML. К сожалению, к сожалению, здесь мы будем стараться поддерживать этот сайт в этой схеме как можно дольше. Но, судя по опыту имеющихся виртуальных проектов, известно, что они, к сожалению, конечны. В этом плане, конечно, очень важно, что оригиналы будут храниться в центральном архиве или должна будет быть обеспечена какая-то преемственность от одного поколения кодов построить другому. Но кто этим будет заниматься, это очень серьезная работа, которую придется решать уже тогда, когда какой-то другой исторический момент, которым сейчас трудно вообще рассуждать. Можно я добавлю? Можно? Да, конечно, конечно. Лола, можно, да? Вы правильно скатались, Света. Когда мы обращались здесь, в Ташкенте, с архивами, каждый говорил о том, что все опубликовано, все опубликовано, нет смысла, нет смысла. Вы совершенно правы, вот в каждой папке, но не там, где открытки и письма, а просто научные, где изыскание Галины Анатольевны, там есть весь ход, динамика ее научной мысли. Это же намного интереснее, от чего-то она отказывается, наоборот, что-то дополняет. Поэтому вот этот архив, он, конечно, уникален, чтобы почувствовать, узнать, как движется научная мысль. Для меня было вот это интересно, например. Потому что я не сказала. это здорово, вы сказали, да, и я хочу еще раз напомнить, что мы рассчитываем на то, что вы поделите, мы, во-первых, сделали видео, видеозапись этой встречи, и выложим в ближайшее время, и мы надеемся, что вы поделитесь, расскажете своим друзьям, подписчикам, читателям газеты, да, Рахим Джанаке, для того, чтобы это все жило дальше. Это будет шить? Это только начало? Если вы нам разрешаете опубликовать на своем сайте, допустим, ваше видео, то мы сразу его и опубликуем. Пожалуйста. Ташкет, фрагменты культуры, пожалуйста, сайт. Когда видео будет готово, если Борис и Светлана не против, то мы сразу всем отправим. Все? Да, спасибо. Остается сказать брало. Спасибо вам большое за все, что вы делаете. Это потрясающе. Большое спасибо, Растан. Спасибо, Растан. Лола, я очень надеюсь, что такие встречи будут как минимум регулярными. Это очень интереснейший опыт общаться с такими людьми. Да, нам тоже понравилось. Не просто было собрать людей, очень многие отказались, но мы благодарны тем, что вы пришли. Спасибо вам большое за терпение. И, Лола, вам спасибо за организацию, конечно. Спасибо вам. Спасибо, Лола. Спасибо. Борис, ответы. Всем спасибо. Интересно. До свидания. До свидания. До свидания. Доброго вечера. До свидания. До свидания. Пока. Пока. Что-то никто не уходит. Уйдем, идем. до свидания. До свидания. До свидания.